Болгарская сказка «Лев и котенок» Напроказничал котенок, а чтобы я ему не попал, в лес убежал. Идет по лесу навстречу лев. А глядел лев котенка со всех сторон и говорит, «Сдается мне, что ты львиного роду племени, но уж очень росточком невелик, что так?» «Эх», — вздохнул котенок, — «ведь я с людьми жил, ну и хватил с ним эльгоря». «Ты бы и таким не вырос». «Ладно», — говорит лев, — «поживешь на воле, вырастешь поболее. А все ж таки не уж, что люди такие сильные». «Еще бы», — и котенок принялся рассказывать про людей. «На работу большие мастера, и не так уж они сильны, как умные. Разумом да хитростью любого зверя одолеют». Послушал лев котенка и просит, «Найди мне человека, хочу помериться с ним силой». «Хорошо», — согласился котенок. Шли-шли они путем дороги, в лес зашли и повстречали там человека. Тут в лес по дрова пришел. «Смотри, это он», — прошептал котенок. «А лев нет, чтобы сказать добрый день или будь здоров». Сразу говорит человеку, «Эй, приятель, давай бороться, кто кого переборет». Человек увидел лева, испугался. А услышал его слова, и вовсе сердце от страха упало. Как быть, где подмогу взять, однако виду не подает. «Что ж, лев, можно и побороться», — так он леву отвечает. «Только одет я неподходяще, ведь шел не на бой, а дрова рубить. Обожди маленько, я схожу на село, переоденусь». «Ладно, подожду», — сказал лев, и сел на поваленное дерево. Человек совсем осмелел. «Боюсь я», — говорит, «вдруг ты не захочешь меня дожидаться. Зря только буду время терять, на чего уходить да переодеваться. Дай-ка я привяжу тебя для верности к дереву, чтобы ты не убежал». Лев согласился. Человек крепко-накрепко привязал его к дереву, потом срезал прут. «Да как стал тем прутом льва охаживать, бьет и приговаривает. В другой раз будешь знать, как со мной, человеком, бороться». Рванулся лев, разорвал веревку и кинулся бежать. Бежит, только деревья вникают, да кусты трещат, и котенок за ним следом. Наконец остановились они на опушке передохнуть. «Ну и лихие у тебя хозяева», — едва дыша прорычал лев. «Правду ты говорил, с ними поживешь горе, хрепнешь». «Эх, побратим, бежим туда, где люди не водятся». И ушел лев в дальние леса. А котенок привык у хозяев вкусно есть да сладко спать возле теплого домашнего очага. Оставил он льва и вернулся к людям. Продолжение следует... Продолжение следует...